Играем снова за Итана! А с вами Джейсон, это Трумани Геймс. Так, на мне открывают дверь, более настойчиво. Видимо стоит постучать. Да? Что надо? А, мать твою. Я тысячу раз говорил, что на реке под дверью мне ни к чему. Эй, не горячись, брат, а? Спокуха. Что хочешь? Дозу? Денег? А ты дилер. Скажи, что хочешь, и мы сговоримся, а? Чёрт! Где тебя мозги вышли, сутицы? А что жопа? Думал смирить в твоём тоне твой товар? Я тебе пешки. Чё ублю таковы? Думаешь, что ты хотим уже бегать? Готый! Есть ничего. Чё, посрался? Я тебя слышу! Называется зарождённой в рубашке. Чё, патроны кончились? Опс! И у тебя кончились. Чё, вы все кончились, патроны? Подожди. Я дам тебе что хочешь. Наркоту? Или деньги? Нужна доза? Прошу. Не убивай меня, а? У меня дети. Вот мои дочки. Это Сара. А малышка... Это Синди. Прошу тебя. Я хочу вернуться к ним. Да ты гонишь. Прошу. Прошу, не стреляй. Эээ, фаер! Я тоже отец. Но выбора нет. Да, это было жёстко. Да, это было жёстко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА дилера с одной стороны не жалко но с другой стороны если у нее семьи конечно на такую же сумме будем утешать себя тем что он подонок распространять наркотики губит жизни людей с другой стороны за это нас могут посадить а если ты не уберешь сейчас улики нас по-любому посадят за убийство а ты улики конечно же не уберешь я убийца как с этим жить дальше тяжело конечно мэтт это сэм я выяснил что ты просила владелец квартиры на марбел стрит доктор адрен бейкер он бывший хирург приторговывал наркотой по-тихому складил состояние скупая дешевые квартиры в числе прочих эту на марбел стрит на наркоте его поймали за руку дали несколько месяцев и лишили лицензии любопытно спасибо за информацию сам я твой должник и мэтт поосторожнее ладно я постараюсь потом перезвоню так зачем нам пода потребовался наркотика бывший хирург владелец квартиры где это нарезал себе палец живет здесь на это было его квартира цепка на выбирать не приходится привет похож на мадьяка говорят у вас можно достать бетропен без рецепта сожалею но это не так до свидания стойте мне правда это очень нужно деньги есть но сказали бы сразу заходите бетропен бетропен нам всем нужен бетропен ну так вам нужен бетропен моя дорогая проблемы со сном много надо но не знаю 34 коробки ну думаю это не проблема выпьете что-нибудь компанию составить да нет спасибо нет спасибо алкоголь лучше не мешать с лекарствами не так ли ничего надо все-таки выпить за первую сделку а трогать меня не обязательно вообще я не видел что-то меня там наливаешь я не буду пить там нахрен да можно еще не встречались кто вас направил я откуда знаю я уже не помню от всех этих таблеток мозги спеклись едва могу отличить день от ночи я слышала что вы сдаете квартиры это правда извините милая они уже все сданы жаль мне бы что-то в районе марбл стрит пей пей вы не пьете да не я не хочу да нет что более не так кнопка вам не хорошо а мать мальчика не учил вас не доверяйте не знаю я вроде эту кнопку нажал или не так я надули хочу за сильно действующий такой анестетика это лысо жива трубку какая прелесть знакомьтесь мэтью он тут вроде гребаные пробные вращения уже задолбали эти проклятые легавые эй мужик так значит вы ищете на марбл стрит ищу квартирку я сдал одну такую паку если вы о нем слышали не знаю зачем она ему видимо развлекается там с детками из голубой лады давай делай что-нибудь если честно мне все равно платит вовремя все бы так пусть развлекаются что ж пора бы взяться за дело я так люблю оперировать что рад любой возможности попрактиковаться инструментов у меня нет ничё не вижу использую подручные средства надеюсь я на меня не попить а кричи не кричи и один прям че терпите не 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 мужик мужик еще как только возьмешься за работу непременно кто-то звонит в дверь я вы провожу гостя и тут же вернусь не скучайте как вовремя позвонили в дверь еба давай я не знаю выбирайся как хочешь делай что хочешь хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Не, это большое спасибо. Мы здесь свободны. Ты что? Я не могу поверить, что с головой можно туда идти? Иди, 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 иди. А, зажимать? Зажимать, давай, зажимать. Вон, нет. О, нет. Нет, нет. О, баньки. Пах. Пах. Эй, беги, беги. Ты шире, хороок. Ладно, что ли? ПОДПИШИСЬ! О, чё? О, чё? О, чё? Ауч! Это был ужасный удар. Задрил нахер. А-а-а! Для старика надо, блин, нанесите столько куличих-режущих и он держался на ногах и отбивался ещё. Получил пару раз по своей старой голове и, тем не менее, продолжал нападать, чёртовый наркоман. Голубая лагуна. Ловкость рук, говоришь, да? Мы ещё не чётко отработали. А наш агент ФБР, видимо, решил навестить того самого афроамериканца, который, возможно, как-то причастен к тому автомобилю. Триптокаин в кармане. Фига его ломает. Эй, чувак! Ты чё здесь забыл? Норман Джейден, ФБР. Можем поговорить? А? Я ищу владельца голубой Chevrolet Malibu 8. Мне плевать, как она сюда попала, украл ты её или нет. Я хочу знать, кто её убил. Прости уж, не запомнил. Машка дырявая. Ничего не было. Ты давай со мной выиграй, ты не играй. А ну бы ты свежий, мою маленькую. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыске, ты проведёшь за решёткой полжизни, молочек человеку. Решил на бунт меня взять, сосуд. И видел я тачки. Видит? Послал меня далеко и подальше, я так понимаю. Ты знаешь, я сейчас следы-то найду. А потом уже не отвертишься. Кровь. Здесь-то она откуда взялась? Удаётся мне он кого-то грохнул. Что и здесь всё? И здесь всё в крови. и подожди-ти-ка. И подод для новых паны, и подожди-ти-ка. столкнул давай находятся голубая краска перекрашена была машинка то перекрашена была отпечатки пальцев скорее всего принадлежат джеку так ну вот у нас метры как вырисовался урс запись в гараже имеются следы пыльцы орхидеи о как не но они как раз ведут нас я так понимаю ну они ведут нас к столу ну больше здесь собственно ничего и нет что за следы те же следы шин голубая краска здесь определенно была машина убийцы так ну на этом стали я так понимаю тоже конечно все инструменты он трогал и повсюду его отпечатки следы размер 42 это кто-то из клиентов здесь тоже ничего никто больше не оставил следов здесь это чья кровь это чья кровь ух ты пришлось заткнуть его вот она да 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 как скажешь заведу тебя подач ты как все рассказал-то здорово так обезоружил уже хорошо но парень больно здорово и а и давай вставай 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 Не вешай лапшу на уши! Ну-ка живо выкладывай, кому ты продал машину! Как ты, козёл вонючий! Чёрт! Ты совсем долбанутый, у курок! А, чёрт, Джек! Всё по закону. Простая самозащита. Первый закон полицейского. Или ты, или тебя. Эй, эй, стой, хорош! Я, кажется, припоминаю. Не стреляй, я всё тебе скажу. Я не знаю, кто этот тип. Он хотел избавиться от машины. И получить типа новенькую. Платил налом. Чему лишние вопросы? Просил сообщить парню по имени Паку из Голубой Лагуны, что всё готово. Больше нечего сказать. Мы продолжим разговор в участке. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Ох ты, ёпт. Как не вовремя. Чёрт, как не кстати. Трельнему в ногу, что ли? Всё, что вы скажете, может быть... Эх, 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 да у тебя проблемы, чувак. Приходи в себя, блин, как хочешь, слышишь? Развернись. Нифига, да ты под кайф. Это прям была вынуждена иметь, потому что если бы мы сейчас не припили, то всё, кипец. Он бы нас тут похоронил. Субтитры подогнал «Симон» Так вы думаете, это мастер оригами убил Манфреда? Вероятно. Не хотел, чтобы Манфред выдал его. И вы подозреваете Горди Крамера, да? О, да. Или его людей. У Горди есть время и средства. Не говоря уже о желании выйти сухим из воды. Он еще не обвинен, но выглядит больно подозрительно. Это ваш архив по делу? Да, составляю последние пару лет. Собрал уже гору бумаг. Журналы по оригами? Вы думаете, убийца мог выписывать их? У меня есть список подписчиков этих журналов за 30 лет. Он может быть среди них. Да только проверить 500 человек. Долгая песня. Есть хочется. Нечем перекусить. Я не повар. Но яичницу соорудить смогу, если хотите. Спасибо. Я промокла и очень замерзла. Да ты гонишь. Можно я отниму душ? Пожалуйста. Через спальню следующая дверь. А я пока что пожарю яичницу. Ну давай уже. От слов к делу. Для яичницы нам как минимум нужно яйца. Готовка это просто необходима. Как-то не очень аппетитно. Интересно, а как узнать, готова она или нет? Это чтобы не пригорело как минимум. Кажется, готова. Думаю, омлет уже готов. Чпаньк. Давай. Чистюли. Кажется, закончила. Я позволила себе взять ваш халат? Вам он идет. Ну ты охамел совсем-то. Спросить могла бы. Эй, да это кажется, даже можно есть. Что это? Блокнот, который я взяла у Матфреда. Тут записано, что около 30 человек покупали у него запчасти к машинкам Роял. Убийца мог быть среди них. Понимаете, чтобы проверить алиби 30 человек одного за другим, придется побегать. Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком. Списком подписчиков на журналы по оригами. Он же у вас здесь? Да, да. Погодите. Ты поешь сначала? Я что, зря готовил? Если убийца в самом деле чинил машинку Роял и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Э, Лорен, это лишь предположение, но... Да, пожалуй. Имя наверняка здесь. Помогите, мы его найдем. Субтитры создавал DimaTorzok Да неужели нашли? Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 лет. Что будете делать? Разроете могилу и встроите гроб? Знаю, в этом нет смысла. Разве что убийца взял его имя. Но зачем брать имя парня, который давно умер? Вот это мы и выясним. Его звали Джон Шепард. Где-то тут должна быть его могила. Путан Шепард? Вас не собьешь, верно? Так, и что мы ищем? Мы ищем могилу Джона Шепарда? Дэвис, Аллен. Бабуль, ты не Шепард выглядываешь здесь, нет? Простите, я бы хотел... Ничего страшного, я сам ее найдусь. Я тут этот, как... Копает кто-то там, я слышу. Подскажешь? Простите, я тут ищу могилу мальчика по имени Джон Шепард. Идите прямо, здесь недалеко. Спасибо. Идите прямо? А прямо куда? Идите, говорит, прямо. Большая могила туда должна быть. Эй, Лорен! О, нашел. Я нашел. Действительно, 10 лет. И фигурка оригами. Оригами. Ни хрена себе совпадение. А тут свежие цветы. Кто-то присматривает за этой могилой. Бедный парень. Я его знал. Знали Джона Шепарда? Почитай всю жизнь, я тут работаю. Это случилось... В 77-м. Вроде как в октябре. Белезга поганая. А ну, кыш отсюда. А ну, валите. Никчемные выродки. Вернетесь не раньше, чем мать припрется с работой. Опять он пьян. Что же нам теперь делать? Там проливной дождь. Мы промокнем до нитки, если прогуляем весь день. Ну, зато целее будем. Мы сахарные не растаем. Пойдем, поиграем. Такой погон только играть не будем. Не догонишь! Так, два брата. Один из них Джон Шепард. А второй, судя по всему, мастер Эрегеми. Ну, я догнал тебя. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я залез сюда? Ну, зачем нам лезть на стройку? Такую погоду. Ну, потому что нам дети, мы дети, и нам пофиг, какую погоду и куда лезть. Это логично. Что там? Как это? Где сэ? Играет музыка Долг я должен его наклонять-то, уважаемый, блин Я его уже чуть не перевернул Япона, мать-ка Медленно это не про нас Ауч Я уже не прошел Че ты обзываешься? Тоже мой брат называется Вспорим, ты сдрепишь? Я это уже слышал, мужик Давай, братец Ты че там? Идешь или нет? А музыка такая прям Ужас-ужас, сейчас произойдет что-то Какой ни хрена ты полез мне? Я бы вообще не рискнул Без страховки Вот так вот за Мокрую железяку Не расстойду Третьего этажа Это вообще надо быть вообще без башни Куда делся? Ты че слабал так? Ну, если тебе так трудно, можешь не прыгать? Ну нет, я еще так прыгну Закачаешься Какой-то делился на миллионный ребенок Джон, подожди Давай быстрей А если она того? Ей-ей-ей И грохнется еще Японо, мать Подожди, подожди Подожди, я иду Я уже почти дошел Все отлично Фу Давай, теперь ты А он тут не грохнется В смысле? А, ты-то разбег? У А, нет Чуть не грохнется Еще раз Прыжок валькири Теперь Смертельный номер Куда делся-то? Так Так Ну, я не понял А, я не понял А, я не понял Га, дай пять, бро, Малфакис, это был вообще бестотекцион Ну и где я должен выискать? В каком смысле спасите? Хвата фига. Да, боюсь, что он как-то не тащится. Да. Но бедному мальчику никто не помог. И его брат утонул на трубе полной воды. А другой мальчик, что осталось с ним? Ну, я знаю, что его отобрали в родители. Вот-то ли другой семье. Сейчас так, слегка покапивает. Отсюда делаю вывод, что дети, не играйте в настройки. Джон Шепард утонул в дождевой воде, держа брата за руку. Думаете, его брат и есть мастер оригами? Да. Это очевидно. Ладно. Пойдемте в машину. Кажется, мы постепенно приближаемся к разгадке. Стопус. Что такое? Он тут человек. Да. Это че сказал? Отец Гурти? Зачем он пришел? Он кладет цветы на могилу Джона Шепарда. Это любопытно. Ну, а продолжим мы с вами в следующей части. С вами был Джейсон Канал Турмани Геймс. Всем удачи. Пока.